Действующие лица Действующие лица Здоровительная компания позади Четыре смены пройдены Конечно, действительно, участников было меньше Не 120, как ранее, 60 Согласно рекомендациям Роспотребнадзора Да, здесь мы неукоснительных Безусловно соблюдаем Четыре смены совершенно разного направления И для активных молодых людей Структур молодежного самоуправления И для спортсменов, и для творческой молодежи Но если летняя здравительная компания позади То форумная компания наша осенняя Подождите, давайте о форумах отдельно поговорим Это отдельная тема Сейчас мы до нее дойдем Давайте пока разберемся с тем, что было С тем, что было все-таки летом Четыре смены Мне кажется, в прошлые годы там было чуть побольше Было пять смен Но учитывая, что немного были сроки Сдвинуты в связи с мерами безопасности Поэтому позже был прием документов Но, естественно, сами смены были немного сдвинуты А тяжело ли было выбрать, какую смену выкинуть? Потому что, опять же, по моему опыту И по предыдущим общениям с вашим управлением Мне кажется, каждая смена достаточно уникальна Я имею в виду по прошлым годам И они были очень востребованы И на каждое из направлений Всегда было достаточно большое количество Молодых жителей города Коснодара В качестве желающих Тяжело вот этот выбор? Выбор этот провести было тяжело? Безусловно, выбор проводил управление Но что нам облегчило, наверное, немного жизнь Это отзывы ребят по предыдущим сменам Нельзя сказать, что... А то есть одна была все-таки похуже? Она не то, что была похуже Просто был уровень востребованности Вот, например, той смены, которая не была в этом году Это посвящено деятельности КВН Учитывая, опять же, меры в связи с коронавирусом Жить стало не так веселее Да, и та же лига и школьная КВН, например Не смогли мы очно провести И, естественно, не было потребности, наверное, в этом году проводить эту смену Поэтому это ни в коем случае Она не была худшей Либо не вызывала у ребят восторга и удовольствия Нет, просто в условиях определенных, в которых мы находились Был выбор сделан, что эта смена проводиться не будет Еще один момент немаловажный Мы уже, наверное, все привыкли И родители, наверное, да И дети Что накануне проводится школа вожатых Да, это такое достаточно мощное мероприятие Где действительно проходит обучение И, насколько я знаю, вы можете это подтвердить или опровергнуть Те молодые люди, которые проходят нашу школу вожатых Они востребованы и в других лагерях Опять же с учетом карантина Опять же с учетом того, что все началось весной Как раз вот накануне этих летних смен Все ли удалось сделать, насколько был, скажем так, высокий уровень И вожатых, и руководителей смен И тех людей, которые креативные директора Или программные директора Школа вожатых как проект состоялся Безусловно, с учетом всех требований Многие мероприятия по мере возможностей Были приведены в онлайн формат Но, тем не менее, на качестве подготовки вожатых Никаким образом это не сказалось Весь курс и, скажем так, лекционного материала И практического он был усвоен Получен, сертификаты выданы И действительно, подтвердить хочу ваши слова Наши вожатые пользуются спросом Не только на территории лагеря Дубрава Но и на территории приморских лагерей Потому что наши ребята имеют в том числе и сертификат То есть это не просто диплом выдан Например, тем же управлением по делам молодежи То есть это диплом выдан образовательной организацией Которая осуществляла непосредственно обучение Поэтому форум и смена Ни в коем случае не потеряли в качестве вожатых И проект Школы вожатых был полностью реализован Я понимаю, вы второй раз на них говорите Вы там еще слово форум произносите Нет-нет-нет, это просто дополнение Что они работают и на форумах Я подойду сейчас к этой теме Потому что она тоже достаточно интересная Но чтобы уже закончить окончательно С детскими, с лагерными сменами Со спикерами Не было ли в них дефицита Опять же, учитывая какие-то карантинные мероприятия Учитывая определенные ограничения Потому что, на мой взгляд Чем еще цена Дубрава Неважно, это форумы или летние смены Это тем, что это не просто отдых Это еще определенный такой багаж знаний Которые поступают от представителей более старшего поколения Безусловно, участниками летних смен Всегда были спикеры-представители власти Городской думы, администрации города Краснодара Либо просто представители общественных организаций И в этом году действительно не было возможности Чтобы они там присутствовали Мы смогли, нам кажется, по отзывам детей Мы их проанализировали И мы видим, что в принципе проблем с этим не было Мы смогли заменить другими форматами мероприятий Дать больше какого-то материала Именно такого теоретического, программного И перекрыть вот эти нюансы Но тем не менее, опять же, ребята не потеряли Не в общении, потому что у нас Квалифицированные вожаты Которые могут и в каком-то плане Не то что заменить, конечно Но поддержать тему любую И в том числе с теми темами, с которыми выступают Обычно спикеры, приезжающие на территории Дубрава Ну, понятно, что дети в восторге Да, и это из года в год Опять же, я думаю, что мы с вами поговорим Еще о подведении итогов Я несколько раз был на таком мероприятии И там вот этот вот блеск в глазах, он продолжается А есть ли обратная реакция от родителей? Да, я понимаю, прошло не так много времени Там, ну, середина сентября Сейчас, да Может быть, они еще эту обратную реакцию Не дали, но тем не менее Может быть, были уже какие-то впечатления Слово благодарности в адрес управления по делам молодежи Поступали электронным письмом Даже было письменное обращение от руки То, что, наверное, уже в наше время На вес золота И реакция есть Она положительная, это радует Конечно, в самый момент, наверное, отбора заявок Понимаю, что у нас количество сокращается Участников не 120 и 60 И конкуренция была очень большой 400 человек подавали заявку, когда смена всего лишь 60 И здесь очень сложно было отобрать Ну, понятно, что у нас есть система отбора, которая работает уже не первый год Но это те сложности, с которыми мы, наверное, должны были столкнуться Но мы с ними справились Я надеюсь, отбор был анонимный Ну, чтобы, знаете, потом как-то Идет человек, который отбирал по улице города Краснодара Идет навстречу подросток И говорит Да, ты меня не выбрал Я все лето в городе Ну, чтобы вот Я просто переживаю за тех, кто отбирал Нет, система максимально, во-первых, прозрачна В зависимости от очередности подачи документов И, в принципе, все были свидетелями Когда и подавали документы Под каким порядком номером они находились Плюс система обзвона Ну и, конечно, непосредственно родительские собрания То есть система прозрачна И отчасти не то, чтобы она анонимна Но она объективна Объективна, да И не вызывала, я думаю, у родителей никаких вопросов по поводу Почему и кто попал на смену Вот теперь форумы Опять же, в канун лета У нас состоялся с представителями вашего управления Диалог, даже дистанционный диалог Ну, тогда так это было принято И тогда было понятно, что форумов весной Опять же, а они традиционные Идут весной и осенью Когда дети выезжают, да Приезжают чуть постарше Молодые люди Весной не было форумов Как осень пройдет? Осень уже в разгаре Первый форум прошел на прошлых выходных От хорошего к великому Форум направлен на саморазвитие молодых людей Было очень много уделено повышению личностной компетенции И вот развитие какого-то внутреннего потенциала Каждого из участников И потом еще у нас будут три форума Это и арт-пространство И платформа будущего для самоуправленцев И непосредственно диалог культур То есть форумы в силе Мы этому безмерно рады И вот работаем в таком штатном режиме Ну тогда, опять же, если вернуться и сравнивать Летние смены и сейчас форумы Я так понимаю, что и количество участников тоже сокращается? Так же, 60 в два раза Опять же, согласно мерам Роспотребнадзора Рекомендации Со спикерами что? Спикеры также Въезд невозможен Руководствуемся постановлением главного санитарного врача Въезжают ребята все одновременно Выезжают также Следовательно Так можно взять спикера с собой на весь промежуток? Спикеры входят в программную группу То есть также они и сдают все анализы необходимые Для подтверждения отсутствия заболевания Они входят в рабочую группу То есть, например, сейчас на форуме Время добрых дел Вот Коптев Илья Он занимается проектной деятельностью В том числе и в сфере добровольчества То есть он как раз человек и спикер И специалист в своей области То есть сказать, что совершенно лишены Нет Не только программная команда лагеря Добрава Есть представители Но они как раз входят в эту рабочую группу Вот теперь, опять же, я помню Что на протяжении нескольких последних лет Опять же, общаясь с вашими коллегами Мы говорили о том Что одна из изюминок лагеря Добрава И это безусловный плюс По крайней мере, тогда считался Это, скажем так, ограниченность мобильной связи И отсутствие интернета Вот сейчас, мне кажется Во многом это Не скажу, стало минусом Но определенным, скажем так, затруднением Или я не прав Ну так бы можно было со спикерами Выйти там, я не знаю, дистанционно на связь Или как-нибудь вот Знаете, ну, наверное, опять же, по опыту СМИН Мы понимаем, что да, формат участия со спикерами Это один, но ни в коем случае Мы не прогадали И ребята ничего не потеряли С учетом того, что они там не присутствовали Имея этот опыт, мы, в принципе, понимаем Что и на форуме Ребята, а, либо могут поговорить со спикерами Входящие в рабочую группу Либо, б, опять же, мы найдем, чем их увлечь То есть все-таки интернет не будет проводиться Я думаю, что в ближайшее время пока не планируется И я думаю, что это, наоборот, возможность молодым людям Правда, действительно отвлечься Потому что, когда весь мир перешел в онлайн формат работы Во время пандемии Есть как плюсы, наверное, как и минусы Понятно, это мобильно, удобно Но, с другой стороны, мы очень долгое время пытались Молодых людей из интернета убрать То есть в оффлайн форматы В какие-то личные общения, разговоры И, опять же, мне кажется, что Дубрава Хоть это и ограниченная территория Но это возможность молодым людям поговорить С глазу на глаз Используя все-таки устную речь И не только клавиатуру своего смартфона То есть развивать и эти навыки общения Поэтому я думаю, что они ни в коем случае не потеряли В том, что там пока интернета нет Вот на что пандемия не повлияла Мне кажется, это на рекламу в нашей программе Которая сейчас будет А потом мы обязательно вернемся к нашему разговору Реклама на нашем канале Мы продолжаем программу Еще раз хочу вам напомнить Что мы сегодня говорим о молодежи И гость нашей сегодняшней программы Исполняющая обязанности Начальника управления по делам молодежи Администрации Краснодара Виктория Горкуша Виктория, ну давайте вот о чем поговорим В первой части, да, мы, мне кажется, подробно Проговорили про Дубраву Еще раз напомню Это мой любимый лагерь в городе Краснодаре Дальше У нас осень начинается достаточно активно Я имею в виду выборы депутатов Городской думы Краснодара И вот то, что касается молодежи Насколько я знаю В городе Краснодаре у нас есть Несколько выборных органов Молодежных Это и школьный совет, да Это и студенческий молодежный парламент Что там сейчас происходит Как там будет осень Как там будет Новый год На сегодняшний день Четыре структуры молодежного самоуправления Три из которых ждет Переизбрание в этом году Начинаем, конечно, мы с ученического совета 19 октября На территории всего Краснодарского края Пройдет единый день выборов школьного самоуправления Единый день голосования Да, да, да И все школьники смогут выбрать Своих президентов школ Ученические советы школ И по итогам этих выборов Будет сформирован и наш ученический совет Города Краснодара И избран председатель Но что стоит отметить И в этом русле То наш действующий состав Ученического совета Буквально вот с 26 сентября Запускает проект На который называется Школа президента Как раз где и постарается Поделиться опытом Проведения избирательной кампании Президентов школ И всех таких моментов И как агитация И выборы И плакаты Как вид агитации То есть максимально Посвятить своих коллег В это направление Молодежный совет города Мы о нем будем говорить В январе следующего года Действующий созыв пока Заканчивает свою работу Студенческий совет города Также предстоит в октябре Мы запускаем Очень такую Расширенную Обширную Массовую пиар-компанию По формированию Студенческого совета Потому что мы считаем Что молодые люди Входящие в состав Студенческого совета Города Краснодара Должны уметь Профессионально Проводить и мероприятия Как локальные На территории университетов Так и на территории Нашего города Ну и молодежный парламент Города Краснодара На сегодняшний момент Действует четвертый созыв Но учитывая состоявшиеся выборы Депутатов городской думы А молодежный парламент Максимально приближенный Городской думе орган Потому что мы работаем Один парламентарий Один депутат Нам тоже предстоит Его переизбрать У нас уже будет 52 члена Молодежного парламента И в декабре этого года У нас будут выборы Ну опять же давайте Вот о чем проговорим Насколько я правильно понимаю И мы как-то в этой студии С вами встречались Несколько другой апостаси Вы ведь прошли Лично прошли Да вот Вот такие органы Ну как минимум Молодежный парламент На сегодняшний момент Еще пока возглавляют Вот опять же Да Даже так это происходит Насколько это Ну опять же важно Да Для активного молодого человека Насколько это помогает В дальнейшем Знаете Вот молодежный парламент Хоть он и является Отчасти где-то дублером Городской думы То есть законодательного Представительного органа власти Но тем не менее Деятельность молодых людей Не ограничивается Только направлением Деятельности депутатского корпуса На мой взгляд Это очень здорово Потому что молодые люди Приходя в состав Молодежного парламента Могут познакомиться С этой деятельностью Посмотреть в том числе На деятельность администрации И органов И понять Насколько это сопоставимо С их ожиданиями Потому что Муниципальная служба Деятельность депутата Это все-таки Скорее Ну как Особенность То есть Там много очень нюансов И молодые люди Могут прочувствовать И понять Насколько это применимо К их жизни И в любом случае Они развиваются Другие навыки Это и проектная деятельность Это и публичные выступления Это и общение Во-первых С людьми И на самом деле Это очень здорово И никто здесь Конечно не забывает Об их организаторских способностях Потому что Кроме основной деятельности Как работа с депутатом Это конечно же И организация мероприятия С молодыми людьми Поэтому я уверена Что участие В любой структуре Молодежного самоуправления Не только Молодежный парламент Это колоссальный опыт Для молодого человека Жизненный Нужный И на мой взгляд Очень важный Но опять же Да я думаю Что все те слова Которые вы говорили Ну с определенными оговорками Они точно так же Относятся и К ученическому совету Безусловно И к школьным Вот этим вот советам Школьному самоуправлению Потому что Это тоже достаточно Такой серьезный опыт Который в жизни Потом очень пригодится Конечно Их объединяет организация Как минимум мероприятий То есть Не просто придумал И воплотил А весь процесс Начиная от написания Плана обеспечения мероприятия Заканчивая анализом Того что они Сотворили Что они провели И это очень здорово Молодые люди Получают вот эти навыки И анализа И составление И общение И это очень нужно И даже А тогда Вот смотрите Ну вот эта вот История Да И с там Президентами школы С ученическими советами Да и с советом студенческим Она ведь Ну по большому счету Не так давно Появилась в городе Краснодаре Вот из года в год Скажем так Активность Краснодарской молодежи В выборном процессе В процессе выдвижения В процессе голосования Да В процессе формирования Каких-то идей И дальнейшей И их реализации Она нарастает Вы знаете Я скажу Наверное В общем Она имеет Ну плюс-минус Один уровень Участия молодых людей Но она меняется Вот если позвольте На примере двух структур Молодежный парламент И молодежный совет Молодежный парламент Так складывается Что это для меня Третий созыв Как члены молодежного парламента И второй Как председатели И я вижу Какими мы были Члены молодежного парламента Во втором созыве И какие сейчас Меняется потребность Заинтересованность Молодых людей И идеи Те мероприятия Которые мы реализуем То есть если Раньше это были более Безусловно Никто не говорит Что сейчас этого нет Это участие на округах Работа с депутатом Но сейчас очень Много внимания Уделяется проектной деятельности Вот буквально Очень известный проект Молодежного парламента По крайней мере Мы им очень гордимся Это раскрасть жизнь Когда молодые люди Раскрашивают помещения Детских больниц Взрослых больниц Лечебных заведений Просто создавая атмосферу Для нахождения людей там Что касается Молодежного совета Опять же Вот был до еще Коронавируса Отбор Встреча с кандидатами И те молодые люди Которые представляли Свои программы Что для меня лично Было удивительным Ну и на самом деле Меня это порадовало Очень много людей Из Так скажем Научного сообщества То есть те люди Которые занимаются наукой В университетах В институтах В колледжах То есть не просто люди Общественники А те которые участвуют В каких-то научно-прокиссиях Конференциях Этого Вот насколько я могу Проследить Не было раньше В структурах Молодежного самоуправления Я считаю Что это новый виток И это очень здорово Что молодые люди Занимаются не только Реализацией Каких-либо проектов Но и говорят о науке И о ее развитии Хорошо Закончим эту тему Давайте перейдем К праздникам Я специально говорю К праздникам Потому что на мой взгляд Это два праздника По крайней мере Один большой городской Мы сейчас О нем поговорим Чуть позже И такой локальный Я опять к Дубраве Традиционно Зимой Если я правильно помню Подводятся итоги И это действительно Такой в молодежном центре Большой праздник Будет ли он в этом году Мы его планируем провести Встреча года Называется это мероприятие Где мы подводим итоги Всех смен и форумов И обычно мы собираем Всех участников Безусловно сейчас Стоит вопрос По поводу того В каком формате это будет Скорее всего Будут собраны отдельно Форумы Участники форумов и смен Потому что есть ограничения На проведение деловых мероприятий Все это мы Безусловно Все эти меры соблюдаем Но это будет мероприятие Мы очень этим гордимся Ждем подведения итогов Когда мы признаем Лучшего вожатого Этого года И безусловно Для молодых людей Это еще раз возможность Окунуться в атмосферу Дубравы Находясь за ее пределами За пределами лагеря Но тем не менее Услышать Увидеться с коллегами И вспомнить Те настроения Те эмоции Которые они испытывали в лагере Ну и вот теперь День города Плавно мы так подошли По традиции Я думаю Что горожане Уже к этому привыкли Что второй день Празднования Дня города Это как раз молодежный В этом году Эта традиция останется Традиция остается Но безусловно С некими поправками Начнем наверное даже так Праздновать день города Мы предлагаем Начинать с 18 сентября У нас стартует Онлайн фотоконкурс Любимый город Где каждый желающий Может проявить свое мастерство Ну и выразить слова Благодарности И поздравления нашему городу 26-27 Это выходные Суббота Воскресенье Мероприятия у нас будут Также два формата Онлайн и офлайн Безусловно Когда мы говорим О офлайн мероприятии Это выставки Это какие-то локации Фотозоны Это ретро выставка И конечно же Большая Но все-таки на воздухе Некие пленеры Да Все что возможно В условиях В которых мы находимся Мы пытаемся реализовать И вот если Жители нашего города Будут в эти выходные Посещать парк 30-летие победы Рекомендуем посетить Выставочный зал Боевослава Города Краснодара Там под открытым небом Будет очень яркая выставка И безусловно Я думаю Что эмоции Она у горожан вызовет Второй формат Это конечно же Онлайн Привычный нам В последнее время К сожалению Или к счастью Время покажет Но Здесь мы говорим И о проведении конкурсов И квизы И лотереи И все что возможно Для молодых людей В интересном И уже в привычном Для них формате И наверное Самым большим массовым Обычно у нас По традиции В воскресенье Проходит большой концерт На главной сцене Нашего города В этом году Мы переводим этот концерт Также в онлайн формат У нас уже был опыт Проведения Летнего джема Вот буквально В августе месяце Когда наши группы Кавер группы Выступали в онлайн формате Такого же формата Мы ожидаем концерт И на день города Ну вот получается Все лето Значит Молодых людей Мы пытались вытащить Из онлайна В офлайн Если мы говорим О Дубраве А теперь обратно Вот Учитывая что мы не можем Это провести Но будем предлагать Такой вариант Потому что Есть и группам Нашего города Сказать слова Поздравления И жителям посмотреть Я думаю Насладиться Ну я не знаю Ну опять же Вот сейчас В период подготовки Насколько сейчас Ну мы-то люди постарше Наверное Как-то с сомнением К этому относимся Я имею ввиду Онлайновые какие-то мероприятия Насколько молодежь это воспринимает Насколько она готова участвовать На ваш взгляд Вы знаете Вполне Объективно Неплохо Хороший уровень участия Мы переживали Когда Управление Пришло Как и другие ведомства В онлайн формат Работа У нас это Постоянный мероприятий на блок И мы постоянно Работаем с молодежью И мы искали Те методы Которые будут Молодым людям интересны Те мероприятия Те форматы И в принципе По итогам Уже где-то там Недели 2-3 Мы получали обратную связь Понимали Что будет интересно И сейчас Молодые люди активны Они активны Когда мы ведем прямые эфиры И проводим какие-то викторины И мы видим Отдачу молодых людей И их заинтересованность Хотя бы как минимум По количеству участников И по просмотрам Когда у нас Викторина То есть я так понимаю Что на день города Это будет такая определенная концентрация Того что наработали Ну там за последние полгода В том числе Форматы да То есть те форматы Которые мы будем использовать Они будут Как успешная практика Предыдущего периода Спасибо большое Виктория Что нашли время Пришли Ответили на наш вопрос Уважаемые телезрители Вам еще раз хочу напомнить Мы сегодня говорили О молодежи Мы сегодня говорили В том числе О том как пройдет Молодежная часть Дня города А гостем нашей сегодняшней программы Была исполняющая обязанности Начальника управления По делам молодежи Администрации Краснодара Виктория Горкуш Спасибо вам большое спасибо На сегодня это все Увидимся в следующий раз Всего доброго До свидания